Город Красноярск, люди умирают на улице, вот муж ждет уже около часа, говорит полицию, полиция не едет. Сволочи, это вообще что творится, люди умирают прямо на улице, а отдел полиции номер 3 сказали, что сейчас подъедут. Скажите, пожалуйста, что сегодня произошло, у вас горе, я вижу. Скорая приехала и, говорите, она не смогла сюда подъехать, да? Развернулись и уехали. Ну то есть у них была возможность еще оказать медицинскую помощь, да? Была возможность, мы видим, как скорая реагирует. Они вот там проехали и уехали. Ужас, ужас, то есть можно было человеку оказать помощь, мы видим, человек умер. Вот такое творится в городе Красноярске у нас. Я уже вызвала полицию, уже 16 минут прошло, как я вызвала полицию, а муж получается уже больше часа. То есть у нас люди мрут, можно часами лежать на улице и никто не реагирует. Два вызова уже было, скорая приехала и уехала. Там присели, скорую вызвали, скорая вот здесь проехала. Вон, вон едет судмедэкспертиза. Развернулся, я в руку и машу, они уехали, и все, наверное. То есть она еще была жива, правильно? Конечно, еще можно было. Реанимировать можно было. Ну, там вон, вон, они уехали. Ужас, вот так вот. Вот так, спасать людей у нас теперь не положено, по всей видимости. Какой геноцид у нас происходит в Красноярске? Вот, 27 минут прошло с тех пор, как я позвонила, второй раз позвонила. Вот, приехала судмедэкспертиза. Шикарные дороги не дают проехать. Ереминские. Невозможно проехать ни скорой, ни судмедэкспертизе, никому. Могли бы и там заехать, не знаю, что крутит. Не хватает мозгов. Здесь могли проехать. Дети видят, вот все идут, прохожие. Выходной день, среди бела дня. Такое вот горе. Судмедэкспертиза говорит, мы забирать не можем, пока нету. Полиция. А полицию мы уже полтора часа ждем. Вот люди все идут, мертвый человек лежит. И не можем. Скорая приехала, уехала. Так какое-то дети все это смотрят. Безобразие какое-то. 16-18. У нас соизволили приехать полиция. Больше часу. Молодцы. Работают хорошо. И то участковый приехал. На личной машине на какой-то подъехали. О, нормально работают. Нет, я все фиксирую. Как это не надо, безобразие это. Работа полиции. Почему приехали так поздно? Больше часа. Да что вы говорите, а вы одни. Полиция находится в двух километрах. Скорая приехала, она еще живая была. Можно было оказать медицинскую помощь. А что, скорая вам не звонила? Нормально. Скорая не звонила? Это кошмар какой-то. Я муж. Скорая не позвонила, да? Надо это, вот это, вот это безобразие все, надо сейчас оголить на всю страну. Как работает эта полиция? Ванько у них на больничный ушел, видите ли. Это что такое? Это Коробейникову пишу. Вообще не берет трубку. Это что такое? В отдел полиции города. Нужно было сколько поднимать на уши народу, чтобы приехали судмедэксперты и участковые. Вашу фамилию скажите, пожалуйста. Попов Алексейский. Удостоверение можно ваше? Да. Вы участковый, да? Да, тяжелую. Снимать не надо. Как это не надо? Удостоверение не надо. Да что вы говорите, это личное, это не личное ваше удостоверение. Нет, это ваше не личное. Оно принадлежит государству. Не надо мне в лицо тыкать. Я ничего не прочитала еще. Что вы мне показали-то? В лицо мне тыкать не надо. Деловой какой, я смотрю. Скнул мне в лицо, я даже не успела прочитать ничего. Да оборзели совсем. Маленькая. Вот так вот на улице умирают люди. Кошмар. Вот так вот прожил человек 73 года. И вот так вот, вот такая смерть. То есть сотрудник, судмедэкспертизы, водитель говорит, что они не имеют права забирать лиц, которые находятся без документов, если труп наден. Вы не имеете права забирать таких лиц? Полицейский вызывает комиссию, которая устанавливает до этого человека. Так, тут находится законный муж умершей. Вы сейчас что несете? На какую статью хотите наговорить? А? Вот такое невежество у нас во всех структурах. Некомпетентность и невежество.